Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как биометрия, ее использование в различных цифровых приложениях и вообще в нашем мире. Тема достаточно интересная и достаточно противоречивая. Чтобы получше в ней разобраться, мы позвали сегодня троих спикеров. Это Карен Казарян из «Цифровая экономика», Дмитрий Соболев из компании «Центр биометрических технологий» и у нас выступает Анастасия Вербицкая из компании «Avision». Обычно в самом начале я прошу спикеров буквально по два слова рассказать о своем опыте в этой конкретной индустрии, чем вы конкретно занимаете, какое имеете к этому отношение, чтобы было понятно, почему именно вы участвуете в этом заседании. Карен, давай начнем, наверное, с тебя. Расскажи, пожалуйста, какое отношение ты имеешь к биометрии? Ну, я имею двоя. Во-первых, поскольку единая биометрическая система в принципе создавалась в рамках национальной программы «Цифровая экономика», а также мероприятия тех, которые там посвящены и регулированию биометрии в том числе, вот, поэтому определенная, скажем так, роль как у организации, которая следит за реализацией и там аспектов реализации, он и есть, с одной стороны. С другой стороны, как, в общем, исследователь вопроса регулирования технологий, мы неоднократно обращались по вопросам как раз мирового опыта внедрения решений и регулирования биометрической модификации и перспектив их использования. Ну да, кроме того, я хотел бы отметить, что Карен аналитик, который очень долго работает с самыми разными, скажем так, подотраслями интернета, выпустил огромное количество исследований и отчетов, поэтому будет интересно, конечно, послушать твое мнение об этом во всем. Дмитрий, расскажите, какое отношение вы имеете к биометрии, чем вы занимаетесь? Ну, здесь сказать вначале, что до этого я как раз работал в анод цифровой экономикой, так что такой же опыт сравнительный есть. Сейчас, соответственно, я представляю оператора единой биометрической системы, соответственно, в чем то, что, конечно, я не технарь, а юрист, соответственно, взаимодействую с органами государственной власти, хоть и не принимал участие в написании самого 572-го закона, но с учетом, что оператор, я лично активно участвовал в подготовке всей подзаконной базы, в развитии закона, ну и, соответственно, тястуем в развитии сервисов, в описании, проектировании, поэтому, как сказать, с учетом того, что мы сейчас являемся фактически центральным контрагентом всех, кто работает с биометрией, фактически мы полностью в ней, так сказать, завязаны в этой теме. Отлично. На самом деле мы стараемся с самых разных сторон подсвечивать те вопросы, которые обсуждаем, и, естественно, это не только техника, это и различные юридические аспекты, и социальные, и какие-то кейсы внедрения, поэтому этот опыт тоже будет очень полезен. Анастасия, расскажите немножко о себе, о том, что делаете вы. Да, добрый день всем. Еще раз я руководитель проектного офиса в компании Avision. Компания Avision – это разработчик-производитель биометрических систем контроля доступа и оплаты по лицу. С Центром биометрических технологий мы очень близко сотрудничаем, их партнеры в вопросах развития биометрических технологий именно на базе отечественных решений, потому что мы самостоятельно, как российская IT-компания, разрабатываем и алгоритмы искусственного интеллекта, и железо, и программное обеспечение. Вот, поэтому биометрия, да, это тоже имеет к нам непосредственное отношение, и сейчас в рамках 572-го ФЗ мы как раз аккредитуемся как коммерческая биометрическая система, чтобы иметь возможность продолжать работу дальше, взаимодействовать с нашими заказчиками. И я конкретно отвечаю вообще за все проекты в компании, поэтому это тоже непосредственно меня касается. Отлично. Для того, чтобы немножко познакомиться с темой, я предлагаю поговорить вот о чем. Биометрия — слово на слуху. Они говорят довольно много, но вот я попробовал вспомнить какие-то случаи в своей жизни, когда я непосредственно с этим сталкиваюсь, и на каком-то таком бытовом, понятном мне уровне, я вот вспомнил пока только два самых основных. Это все, что касается, например, каких-нибудь замков, да, если мы, например, входим куда-нибудь, и там стоит камера с подпознаванием по лицу в какие-нибудь серьезные учреждения. И то, что, опять же, каждый из нас, скорее всего, проходил, это, например, сдача отпечатков пальцев на визу, на шенгенскую визу, на американскую визу, ну и на многие другие. Но биометрия, как правило, да, когда говорят о биометрии, охватывает гораздо большее количество различных кейсов, различных применений в жизни. Другое дело, что пока чаще всего я видел много красивых презентаций, выступлений на различных конференциях, но и там рисуется, конечно, какой-то мир прекрасного будущего. Вот что из этого прекрасного будущего уже у нас реализовано, где уже это можно встретить, могли бы вы рассказать какие-то те стороны нашей жизни, где это уже активно применяется. Смотрите, в любом порядке, поскольку у нас такая неформальная беседа, каждый, кто считает, что ему есть что сказать, пожалуйста, можете об этом как-то рассказать, конечно, что касается ваших проектов или что-то, с чем-то вы сталкивались. Наверное, я начну, как так сказать. Да-да, конечно, давайте. Да, участник. Ну, можно сказать, что если смотреть вообще на развитие биометрии, понятно, оно начиналось, так сказать, с такой деятельности. Всегда оно начиналось с того, что, если смотреть даже западный опыт, зарубежный, когда мы контролировали пересечение границы, когда еще США начало в начале 2000-х, все создавалось в части контроля по тропой эмиграции. Там как раз снимались и пальцы, и изображения, и все. Конечно, активно, если брать российский рынок, в 2018 году у нас начался некий начальный бум, когда началась сбор активной биометрии, попытка внедрения в различные сервисы. По этому делу началось все с финансовой сферы, но у нас вообще такой драйвер развития финансы, банковский сектор. Из того, что есть, вот на текущий момент, как применяется ГИС, ЕБС и все основное, основные сейчас сервисы, которые тоже, допустим, доступны через ГИС, ЕБС у нас, ну, по этому делу, банковские услуги, там была внедрена идентификация еще три года назад, она и работает до сих пор, то есть открытие счета, там выпуск, допустим, той же карты, еще что-нибудь, вообще регистрация приема на обслуживание. Понятное дело, что, как правильно сказали, с КУДы, всем известная система контроля доступа, как на территорию предприятий и всего остального, так вот в домофоны сейчас активно внедряются новые здания, допустим, у ПИКа, там у самолета, у них есть вход там не только, можно сказать, на территорию ЖК, так и в подъезды, даже внутри этажей есть проход. Сфера образования тоже сюда входит, дистанционные экзамены, вот в 21-м году был эксперимент, сдача в семи вузах экзаменов, где была регистрация по биометрии, то есть проверка, что именно ты. Сейчас активно внедряются в госуслуги, это там вход на ИПГУ, получение карты болельщика, там даже выпуск электронной подписи УКЭПа, сертификата. А к концу года сейчас, если дать, то были только физические лица, то сейчас это будет распространяться и для выпуска юридических лиц УКЭП, и для госслужащих. Вообще, в перспективе, сейчас у нас, ну, все видели, стартовал Сбербанк со своим биоэквайлингом, я видел, наверное, все видели вот эти маленькие белые терминальчики, они во Вазбуке вкус и во вкус вели, то есть это, в принципе, тоже опять мы видим финсектор, такой драйвер развития. В перспективе транспорт, ну, московское метро, оно было таким хедлайнером этого года. Я думаю, сейчас вот мы, у нас проекты идут, что все метро по всей территории России, вот их там 6 или 7 у нас, они должны тоже быть везде, как сказать, оплата проезда по биометрии. Ну, и еще какие перспективные сервисы, это все, что связано с посадкой на поезд, в общем-то, все, где нужен определение документа, удостоверяющего личность при личном явке, оно может биометрия могла бы ее заменить. То есть это и где нужно подтверждение возраста, допустим, при продаже алкоголя, сигарет, посадка на поезд, заселение в гостиницу, все для этого можно использовать биометрию. Вот это, мне кажется, будут следующие точки роста. И вообще считается, что если смотреть, даже брать, допустим, модальности, биометрии различные, у нас их сейчас, в основном, мы всегда говорим об изображении, но, допустим, в Китае сейчас активно используется, если видели видео, от этого, так сказать, снимок ладони, там ты подносишь над считывателем, и он так загорается, тоже проходит там 1-2 секунды, и идет оплата или все, что угодно. Но вот рынок растет, и перспективы в него хорошие. Судя даже по всем отчетам аналитиков, этот сегмент будет только расти. Спасибо большое. Действительно, очень много говорят о том, что перспективы биометрии крайне широки, что, по идее, она может заменять какие-то документы. Но, опять же, для того, чтобы просто чуть-чуть отойти от тех красивых презентаций, которые мы видим, я бы хотел сфокусироваться на том, что уже как-то внедрено, потому что чаще всего мы видим некую задержку между каким-то планом и тем, как это работает в реале. Вот как раз о том, с чем мы сейчас можем сталкиваться, мне, как раз, больше всего хотелось бы услышать. Анастасия, поделитесь своим опытом, может быть, именно в этом вопросе. Да, конечно. Ну, у нас вообще основная наша специфика – это контроль доступа. То есть то, как раз, о чем вы говорили в самом начале, да, что когда мы заходим в какие-то помещения, государственные учреждения, офисы, да, то как раз-таки мы заходим уже без карточек, а по лицу. И в целом это была основная миссия и задача компании, когда она была основана, это в том, что сделать жизнь людей удобнее, комфортнее, приятнее, чтобы не нужно было там быть завязанными на вот этих вот там карточках, да, которые тоже имеют свойство там размагничиваться, ломаться, теряться, а спокойно проходить, там, в идеале, там, оплачивать кофе, да, там, заходить домой. Это такая долгосрочная миссия. Пропуск, который всегда с собой, правильно? Да, да. И поэтому мы как раз-таки выбрали лицо, потому что там карточку, все что угодно можно подделать, а лицо все-таки подделать достаточно тяжело, оно действительно всегда с собой. Плюс из таких реализованных кейсов, вот Дмитрий как раз рассказывал про Сбербанк с автоматами оплаты по лицу. У нас оплата по лицу была реализована два года назад в Сен-Петербурге с сетью кафе, и плюс мы работали с визой из РЖД. У нас стояли терминалы оплаты по лицу в вагонах ресторанов Сапсанов. Но, к сожалению, с уходом визы с российского рынка, да, этот проект немножко там пришлось подзакрыть. Поэтому, да, вот тоже из перспектив это как раз-таки метро, то, что мы сейчас активно тоже получаем заявки, взаимодействуем. Но наша именно специфика – это офисы, здания, учреждения. Контроль доступа. Контроль доступа, да. И вот что касается как раз-таки… Ну, нас достаточно много, на самом деле, вот даже сравнивая с тем, что было пять лет назад, да, отношение к биометрии, и все все равно так, а, там не совсем, может быть, хорошо воспринимали. Сейчас это, конечно, наоборот. Если вдруг где-то что-то там не получается, то люди нам такие, мы же привыкли ходить, это же так удобно. Но это, конечно, очень приятно. И очень много запросов на какие-то кастомные реализации, да, очень много сейчас запросов именно в жилую недвижимость. Тоже Дмитрий говорил, да, там ЖК, все понимают, насколько это удобно, и огромный интерес – это то, что мы видим. Спасибо. Карен, ты обычно смотришь на индустрию как аналитик, да, немножко сверху, ты часто апеллируешь там статистикой, кейсами, процентами. Вот, может быть, ты можешь как-то дополнить какими-то своими соображениями о том, например, как это распространено? Если нет, например, каких-то конкретных цифр, да, там процентов внедрения, то, может быть, просто общее представление, как глубоко это уже. Каких-то конкретных цифр в России, к сожалению, не очень много, честно, кроме там числа зарегистрированных аэропользователей. Смотрите, я просто, чтобы подвести некую мысль, да, по поводу того вообще, как оно и где оно используется. Есть два понятных, как бы, кейса. Это кейс безопасности, будь то безопасность общественная или безопасность корпоративное строение и так далее. Это, соответственно, поэтому внедряются скуды, поэтому внедряются камеры с распознаванием везде. На самом деле это самый большой, самый с большим опережением кейса. Это камеры с распознаванием лиц, которые работают либо в контурах предприятий, в том числе и критической инфраструктуры, либо в городах. И, что характерно, эти же два кейса, они самые популярны и в основном на условном западном рынке. По, опять же, двум причинам они дают очень и очень понятные улучшения по сравнению с базовым продуктом. Они поднимают на новые абсолютно качества эти, собственно говоря, услуги. Дальше у нас, вот дальше возникает определенный двораздел. Потому что есть Азия, есть, понятно, самая большая в мире биометрическая система Адхар, индийская, которая решала очень конкретную проблему, а именно отсутствие документов в основном у миллиарда с лишним граждан Индии. Поэтому это базовая инфраструктура, которая позволила выстраивать поверх нее социальные сервисы, госуслуги, финансовые сервисы, все банки с ней работают и так далее. Просто потому что другого способа нет и не было. У нас есть Китай, где была большая гонка биометрических систем. Каждая система китайская создавала свою, а потом они их так подприкрутили, потому что, во-первых, после ковида пошел очень большое возмущение, скажем так, жителей, потому что эти все данные были, естественно, переданы в госсистему. И жители в первый раз задумались о том, что данные, которые собирали коммерческие компании, в которых они думали, что будут использоваться исключительно для какой-нибудь оплаты по лицу, вдруг неожиданно стали использовать, чтобы запретить им выходить из дома. Второй момент – само государство. Начало гораздо аккуратнее относиться к биометрии, и, собственно говоря, поэтому все вот эти новые руки и так далее. И еще, если мы потом вернемся к безопасности, самое, наверное, важное – это антифрод. Это антифрод-решение от банкоматов, в которых стоят камеры, до голосовых помощников, когда вы звоните, до официальных инструментов по снятию и слышу, которые, собственно говоря, позволяют в основном финансовым структурам, но и крупным системам, платформам сохранить ваши, собственно говоря, деньги, бороться с мошенниками. И это очень-очень разные сценарии использования, и они требуют большой-большой работы людей, знакомых с, ну, собственно говоря, с процессами. И именно поэтому они плохо довольно формализуются в рамках централизованных систем. Получается очень странная проблема даже не курицы и яйца, но, с одной стороны, вы хотите, чтобы продукты развивались, и вы развивали разработчиков, и они создавали новые какие-то инструменты. С другой стороны, все, безусловно, озабочены о безопасности биометрических данных. Все они хотят, чтобы они куда-то утекали, потому что это поставит крест на все эти системы. Соответственно, очень затруднено создание платформы для разработчиков, а не какого-то там, скажем так, сервиса для отдачи биометрии. В результате даже многие кейсы, которые могли бы работать, домофоны, например, у Пика, умные, я вас не хочу расстраивать, но они уже год как не работают, например, в момент, как Пик перешел на новую платформу. У меня как-то квартиры в Пиковском доме. И Х5 все не может никак запустить свою проверку по возрасту для продажи алкоголя. И рецептурные лекарства никак не могут запустить. И РВД третий год запускает эту проверку. И так далее. Это вроде как все кейсы, где... И московское метро, при том, что оно прекрасный продукт запустило. Есть такой серьезный секрет московского метро для того, чтобы вот люди не толпились у этих гейтов, да. А на самом деле там заметно снизлена точность распознавания. Московское метро вам отдает безоблежа... У них есть горячая линия, автоматизирован, там VR, типа... С меня что-то не то списалось, что-то не это. Они прям сразу деньги отдают и все. Это им дешевле, чем делать точное распознавание. Карен, ты забежал немножко вперед, решил, видимо, сразу ответить на все вопросы. Я отдельно потом коснусь безопасности, внедрил и всего. Нет, я в целом говорю, что у нас внедряется действительно много где и много где есть желание внедрять, но желание расширить количество кейсов упирается в ограничения, которые накладывают и страхи пользователей, и, в общем-то, понятные цели национальной безопасности. Ну, мы про это отдельно еще тоже поговорим. Я запланировал прямо целые влоги, наверное, посвященные этим темам. Будем считать это таким вот анонсом всего того, что мы сегодня коснемся. Я хочу сначала постепенно от таких бытовых вещей, от того, каким образом мы чаще всего с ними сталкиваемся в нашей обычной жизни и какое самое общее представление мы имеем о биометрии, и потом уже идти, например, к каким-то концептуальным вещам. И вопрос я хотел задать вот какой. Например, был пример с банкоматами, прекрасный пример, но чаще всего с банкоматами, если я правильно понимаю систему, камера, которая всегда делала снимок человека, совершающего операцию, обычно была просто чем-то вспомогательным. То есть если потом нарушится ошибка, она позволит восстановить и понять, кто перед нами стоял. В случае использования биометрии она становится основным фактором аутентификации человека, да, потому что до этого, несмотря на камеру, это все-таки была карта, пин-код и какие-то традиционные вот эти вот системы двух-трехфакторные. А вот в этом случае на биометрию, на вот эти технологии, да, биометрические, как будто бы возлагается гораздо больше ответственность, чем раньше, потому что нам нужно идентифицировать человека и предотвратить и ложно-положительные, и ложно-отрицательные срабатывания. Да, ложно-отрицательные – это если нас не распознали и нам не выдали, например, деньги. Да, ложно-положительные – это если кто-то вместо нас пришел и ему выдали деньги вместо нас. В общем, пример с метро, который ты сказал. Вот какова сейчас обстоит ситуация с надежностью этих систем? Вот, наверное, первый вопрос будет Анастасии, да, как непосредственно человеку, работающему с этими проектами, с разработчиками, с технарями. А есть ли какая-то такая статистика, какова ее динамика и что именно нам сейчас позволяет, скажем так, спокойно спать и верить в то, что все сработает как нужно? Ну, в части, наверное, работы с банками и банковских операций. Мне кажется, здесь Дмитрий больше, наверное, сможет корректнее и правильнее ответить на этот вопрос, потому что… Дмитрий, мы обязательно тоже зададим, да. Да, да. Вот, я могу, да, там, ответить по поводу контроля доступа, да, того, что очень многое зависело, ну, вот до момента, да, там, реализации 572-го ФЗ от качества фотографии. На самом деле, да, то есть несмотря на то, что мы все равно всегда описывали, какие требования исходные, да, то не всегда люди этому следовали, могли загрузить фотографию 20-летней давности, да, там, и, естественно, в этом человеке очень сложно опознать того, кто существует сейчас. Значит, сейчас этот вопрос будет как раз-таки решен тем, что биометрия будет вся через ГИС ЕБС, да, то есть здесь как раз будет решен вопрос качества исходной фотографии. Насколько я знаю, тоже, Дмитрий, если что, меня поправит, то на первоначальном этапе сейчас будет ограничение на транзакции, да, то есть мы не говорим о больших, огромных, там, суммах для того, чтобы как раз-таки люди проверили, посмотрели, что это действительно безопасно. В целом, тоже вот Карен говорил как раз-таки про пороги распознавания, да, то есть в зависимости от задач можно выставить пороги выше либо пороги ниже, то есть чем ответственнее у нас задача по распознаванию, тем выше мы выставляем порог распознавания. На сегодняшний день у нас, ну, по нашей статистике, процент распознавания, там, больше 99%, поэтому мы уверены, потому что мы, опять же, самостоятельно там обучаем свои алгоритмы, уделяем особое этому внимание, чтобы действительно там каждая морщинка на лице, да, она действительно ассоциировалась с конкретным человеком, плюс есть алгоритмы «lifeness» антиспуфинг, которые позволяют определять то, что это действительно живой человек, то, что это не фотография, не маска, не, там, с телефона, да, то есть для того, чтобы мы действительно могли увериться, что это живой человек. Это отдельные алгоритмы, которые тоже там за огромное время потрачены на то, чтобы их обучить и чтобы они действительно распознавали с высоким уровнем. Я думаю, что, опять же, все приходит с пользовательским опытом, да, и чем больше люди будут сейчас пользоваться оплатой по лицу, пользоваться проходами, понимать, что, да, действительно, там, это удобно, это безопасно, делиться со своими, там, друзьями, коллегами тем, что, нет, никто с них не списал миллиарды рублей, да, вот, тем больше будет, ну, в целом, доверие к технологии. Не знаю, ответила? Ну, да, да, будем считать, что ответили, хотя, конечно, попытались немножко его завалировать. Мне интересно вот что, что, например, у классических систем аутентификации, да, ну, логин, пароль, то есть, с чем мы сталкиваемся постоянно, у него как будто бы есть только два состояния, да, это такой триггер. Это верный пароль и неверный пароль. А тут как будто бы возникает некая такая градиентная система, когда может быть распознавание с вероятностью 99%, то есть, тут уже как будто бы нету двух состояний, да, или нет. Вот тут, наверное, тогда вопрос будет Дмитрию, поскольку у нас есть некая, так сказать, вероятность, да, и некий риск, как будто бы заложенный уже в саму технологию. А как это учитывается как раз для обеспечения некого доверия к биометрии, для обеспечения, ну, некой надежности вот этих биометрических систем? Ну, можно сказать, что вообще биометрическая идентификация, она действительно, на самом деле, очень надежна. И здесь можно говорить, что есть риск-менеджмент, который ложится уже на компании, которые используют саму технологию. Но даже в использовании биометрии, в чем есть различие, что у вас есть так называемый поиск биометрической идентификации, когда человек неизвестный, его нужно прогнать по всей базе, так сказать, поиск 1 к N. А есть биометрическая верификация, когда мы сравниваем человека, ну, один к одному. Вот, допустим, при идентификации удаленной банки, вы вначале там аутентифицируетесь в ИСЕ, банк находит фактически ваш аккаунт, и поэтому он сравнивает лицо человека, которое пришло, с конкретной фотографией. Понятное дело, что здесь гораздо, ну, лучше точно совпадение. Во-вторых, при любых кейсах всегда используют, ну, может быть, где-то поразновать, как раз вот в метро, в принципе, им гораздо где важнее, быстрее пройти, то есть важен отклик человека, насколько клиент быстро прошел, допустим, через турникет, чем его действительно распознать. То есть, ну, выгода, то есть здесь там 30 рублей или там 50 рублей, допустим, даже метро потеряет, если оно там неправильно распознало клиента, оно там ставит порог пониже, чем, допустим, когда вам открывают счет, вы воспользовались счетом в банке вместо другого лица. То есть потери не соизмеримы, поэтому разные требования к степени точности проверки. Во-вторых, в принципе, всегда часто, ну, во многих, я бы сказал, используется двухфакторная аутентификация. То есть биометрия часто не является единственным источником подтверждения, что действительно человек прошел проверку, а во-вторых, часто бывает, что именно биометрическая даже двухфакторная аутентификация с точки зрения использования нескольких модальностей. Допустим, у нас при идентификации используется помимо изображения лица еще голос. То есть вы проходили, вы, собственно говоря, сравнили изображение, проверили голос. То есть, как минимум, даже та распространенная проблема, которую все вспоминают, описывая биометрию, это проблема близнецов, что пришли два человека-близнецы, похожие друг на друга. И такой кейс действительно был у Сбербанка, когда два брата-близнеца, один жил где-то в Сибири, другой в Крыму уехал, и один вообще, который уехал в Крым, не открывал счет и списал деньги оплату покупки со своего брата. Поэтому сейчас во многих странах, вообще, где используется биометрия, вводится дополнительная аутентификация, так сказать, второй фактор в виде пин-кода, может быть, в виде использования второй модальности. Допустим, обязательно личное присутствие, то есть тоже повышает. В удаленных каналах гораздо проще попытаться обмануть систему. Ну, естественно, есть, как вот Анастасия рассказывала, действительно, так сказать, схемы лайфнесса, когда позволяют отличить, что это действительно живой человек, что это не фотография, не дипфейк, не все, все это достаточно отбивается. Могу сказать за нашу систему, что у нас отрабатывает, у нас есть сразу 10 биопроцессоров стоят, из них там 4 отличает за лайфнесс, остальные за как раз сравнение. И фактически положительный результат дается тогда, когда вы прошли проверку, вот все 6 биопроцессоров отработали, сравнили вас с эталоном и сказали, что да, проверка пройдена. То есть это вот, как сказать, причем учитывая, что разные технологии, каждый биопроцессор считает по-своему, обмануть все сразу очень тяжело, потому что где-то различные технологии, оно позволяет как раз вот этим, не, как сказать, шероховатости скрыть. И здесь мы опять упираемся, чем я говорил Карен, риск менеджмент. Насколько важна точность? Где-то действительно, если там на СКУДе главное, чтобы люди быстрее проходили, допустим, то, что пройдет, допустим, в офисное здание, ну, похожий человек как на того, ну, вы можете поставить, и вообще вариант того, что похожий человек вообще появится здесь, ну, там, процент низкий. Поэтому давайте, чтобы не задерживать и не вкладываться в оборудование, потому что у нас сейчас стоит, допустим, нормативно даже установлено, что для идентификации нужно 4 девятки. Это большие вложения в оборудование, это дорого. Понятно, для бизнеса где-то, если он смотрит на себя, давайте я сделаю пониже, потому что мне для своих того, как сказать, сервиса, который мне нужен, мне такие цифры не нужны, я потеряю там эти 50 рублей, верну клиенту, пусть он мне напишет жалобу, ну, не так страшно. Поэтому весь все, все можно, как сказать, все настраиваем. То есть мы по-прежнему работаем фактически с вероятностями, да, просто мы как бы некоторый процент принимаем как допустимые потери и считаем, что это не тот риск, да, или тот размер риска, который мы можем либо пренебречь, либо посчитать его некими закономерными потерями. Как и везде, но если вы используете, допустим, другие способы идентификации, как логин, пароль, их всегда можно подсмотреть и все остальное. Только биометрия гарантирует, что именно этот человек стоял в этот момент в том месте, где его проверяли. С точки зрения именно удаленного канала, это наиболее доверенный способ идентификации, как мы считаем. И, честно говоря, по работе ГСИБЭС у нас еще не было ни одной ошибки с распознаванием, который, как сказать, воспользуясь теми сервисами, которые были. Понятное дело, что все зависит, как правильно, наверное, коллеги поправят, зависит от объема транзакций, и там идет еще свыше миллиона, начиная, допустим, качество распознавания, если у вас больше миллиона шаблонов в базе, становится там поиск сложнее. Поэтому, как раз и делится, что даже когда вы расписываете сервисы, у вас обычно из базы формируется набор каких-то образцов под конкретный сервис, чтобы ее снизить и увеличить точность распознавания. Я добавлю, наверное, чуть-чуть два буквально момента, что, на самом деле, второй фактор используется часто еще и, ну, например, если мы возьмем даже такие из банкоматов, да, они зачастую все равно запрашивают пин-код, исходя из, если в случае, например, там антифронт-система одновременно включена, и если, например, камера в помещении детектирует, что у вас кто-то рядом стоит, да, с человеком, который там, например, снимает деньги, например, на тех же там Тиньковский банкомат, он вас, скорее всего, спросит еще один фактор. Это там, как средство защиты. Это первый момент. Второй. Есть такая прекрасная организация НИС, Американское институтство анализации. Он проводит конкурсы по... конкурсы по распознаванию. В ковид он проводил и конкурсы по распознаванию, если на человеке маска, например, вот, и возрастные конкурсы, и много различных вот таких пограничных сценариев о том, а что же все-таки будет, если будут какие-то там помехи или и так далее. И я хочу сказать, что действующий победитель конкурса алгоритмов НИС – это российская компания Техлаб. Ну, так. У нас вообще прям повезло. Интересно. Да, в части именно, кстати, биометрические технологии. Спасибо там коллегам из Avision, из Avision Labs, из Интеха. У нас, честно говоря, это та отрасль, в которой Россия находится в лидирующих позициях с точки зрения как оборудования, так и, соответственно, написания биопроцессоров и всего остального. То есть здесь мы можем положиться на отечественные решения. Ага. Понятно. Смотрите, на самом деле тема дико интересная, и я пользуюсь как бы своим привилегированным положением модератора, да, хочу задать несколько вопросов, которые вот меня самого лично несколько раз, ну, уже некоторое время волнуют. Например, буквально пару недель назад я был на одной конференции по безопасности, ну, по цифровой безопасности, где выступала компания NEC японская, NEC они себя называют чаще всего, конечно, и рассказывал как раз про внедрение различных кейсов, распознавание биометрии на транспорте в различных городах. Конечно, конечно. Ну, в общем, у них была большая объемная презентация со всеми своими кейсами. И вот, к слову, о модальностях, они рассказывают какие-то совершенно фантастические вещи. То есть помимо лица, популярных линий и так далее, то, что, в общем, уже всем давно привычно, они научились снимать, по-моему, чуть ли не несколько десятков показателей, включая рисунок ушной раковины, ну, там радужка глаза, понятно, температурные показатели, которые у всех оказываются уникальные, голос и так далее, и так далее. Всего около десятка, может быть, даже больше. И всему этому находят так или иначе какое-то применение. Вот мне стало страшно интересно, насколько вот эту презентацию можно отнести к разряду вот тех самых космических докладов о прекрасном будущем, или это все-таки находит применение помимо вот лица, ладони и радужки глаза? И нет ли в этом какой-то избыточности? Насколько это вообще все реально увидеть вот в окружающем мире? любому вопрос к тому, кто вот сможет дать на него ответ. Ну, я, по крайней мере, если честно, радужка сейчас не так часто применяется, потому что, во-первых, дорого, медленно и на самом деле не самый надежный как-то фактор, а ладонь эффективнее вместе там одновременно и с отпечатками, и капиллярным рисунком и так далее. Это все может пригодиться, по-моему, исключительно в сценариях как раз вот общественно-национальной безопасности, но не в коммерческих продуктах. Другое дело, что есть еще некоторые пограничные там применения, которые не связаны с идентификацией как каковой, а связаны с, скорее, ну, с медицинскими, скажем так, сценариями. Потому что, например, да, там научиться, ну, то есть определенные принципы как раз соответствия человека и какого-то из его уникальных факторов вроде бы могут нести определенную все же и медицинскую информацию релевантно. Но это то, что требует сильно больше изучения и затруднено, опять же, наличием, собственно говоря, больших наборов данных. Ну, это очень... Да, Анастасия, Дмитрий, если что добавить по вот этим вот альтернативным модальностям, насколько вообще они живучи, насколько вообще это применимо, или это может быть какое-то технологическое излишество, которое так и останется в лаборатории? Ну, я единственное, наверное, что могу добавить, как любая технология, это все упирается в Customer Development, да, и в потребности покупателей, кто будет готов платить за эту технологию, востребована ли она именно в таком варианте, есть ли у нее аналог, который более удобный, более дешевый, более комфортный. То есть, ну, здесь, да, вопрос того, что, ну, мне кажется, в любых технологиях у нас каждый день есть какие-то новые идеи, да, там, я работаю с технологическим предпринимательством достаточно много, и это всегда, вот, просто каждый день они сыпьют идеями, да, вопрос в том, что кто будет это покупать, поэтому здесь вопрос как раз-таки, наверное, к тем, кто эти технологии придумывает, а насколько изучен для них рынок. У нас, допустим, сейчас только лицо и голос в ГИС ЕБС, и понятное дело, что это наиболее сейчас были такие распространенные модальности, которые, понятно было, как использовать технологии, под них были отработаны, и их можно было вот как раз перевести в векторную модель, то есть, когда все, образцы хранятся в одной базе, а всем остальным отдаются математически обработанные хэшки, используя которые, даже если вот там злоумышленник был и будет утечка, украдет, он исходные данные вашей фотографии, ваш голос не восстановит. В этом отношении, как раз по другим модальностям, тут нужно понять, как их, как, во-первых, организовать сбор, а во-вторых, насколько возможно их использование в безопасном режиме. Допустим, вот с теми же пальцами, вот как мне объясняли наши техники, не возьму сказать, может быть, Анастасия меня поправит, в связи с тем, идет, наоборот, пересчет немножко по-другому, перевод в математическую модель, и вся проблема в том, что если вы кому-то отдали эту модель, ее очень легко можно вернуть обратно и фактически получить исходный вот этот образец отпечатка пальца. Потом ты его распечатываешь и можешь использовать. Это, возможно, нужны технологии как-то другого, другой шифровки, кодирования. А так, с точки зрения того, какие еще можно использовать, ну, вопрос, опять-таки, упирается в бизнес-применение. Вот радужка глаза, все, техника, по идее, есть. Но вопрос в том, если вы подходите к камере, вас уже видно там за метр до подхода к двери, она отрабатывает за секунду, дверь перед вами открывается, то в радужке будете вы добры подойти, попасть, вас отсканируют, еще нужно посмотреть, и займет времени гораздо больше. То есть уже не секунда, а, допустим, ну, 5-6 секунд. Вопрос сразу падает коммерческой привлекательности. То же самое, почему голос у нас хоть и собирается, но голос практически, честно говоря, вот у нас нигде не используется, кроме антифрода в колл-центрах. Потому что для его использования нужно определенные условия, тихое место и все остальное. Плюс люди, допустим, не очень любят, ну, многие, допустим, не хотят говорить, наговаривать какой-то текст, допустим, прилюдно или даже в такси. Это у нас вот как вопрос сейчас с заселением в гостиницу. Гостиницы хотят, чтобы разгрузить свои ресепшены, чтобы человек, пока он едет из аэропорта в такси, по мобильному телефону практически зарегистрировался в гостинице и таким образом сразу поднимался, не затрагивая сотрудников ресепшен. И вот если брать сейчас текущую процедуру идентификации, он должен, помимо того, чтобы подъявить свое изображение, еще что-то наговорить в телефон. И вот многие даже, ну, не хотят, вот ты едешь в такси, там, какие-то цифры наговаривать в телефон рядом с таксистом. То есть здесь тоже вопросы именно такого использования человеческого клиентского пути, они очень влияют на то, используя той или иной биометрии. Я бы еще хотела добавить, да, то, что, ну, вот наше, да, там, наше видение, во всяком случае, нашей компании в том, что технологии, которые, ну, должны сделать жизнь людей лучше, они должны быть незаметными для человека, да, то есть это такой помощник, на который ты не отвлекаешься. И почему вот мы именно занимаемся лицом, да, потому что человек вот сейчас у нас может идти смотреть в телефон, пить кофе, отвернуться практически вообще от устройства, и устройство его узнает, распахнет, да, турникет, все, ты не отвлекаешься на это. Когда мы говорим, да, о чем говорил сейчас Дмитрий про радужку, когда тебе нужно подойти, куда-то специально посмотреть, куда-то приложить там палец, это отвлекает внимание и уже делает технологию для человека проблемой, а не решением его проблемы, да, которой бы вообще-то хотелось. Такой, на мой взгляд, важный фактор. А походку мы еще пока плохо расскажем. Да, да, да. Ну, это такие, наверное, совсем специальные, да, устройства. Пару лет назад, ну, несколько лет назад, я был в Китае на Ваджинском саммите, это одна из самых крупных интернет-конференций Китая, и, в общем, она вся была посвящена там различным использованием искусственного интеллекта практически полностью. Прежде прочего, был довольно интересный такой кейс, когда система видеонаблюдения на производстве распознавала какие-то метрики, походки, поведение, именно кинестетике тела о рабочих, что-то понимала про их состояние, про то, кто вышел в свою смену, не в свою, и, в общем, очень этим гордилась. Я, конечно, тогда был сильно впечатлен, мне тоже было интересно, насколько это все-таки реальный кейс, а не вот, так сказать, синопсис фильма Minority Report, который, собственно, тоже всем известен. Вот. Мы очень таким естественным образом подходим к вопросу внедрения этого всего и тех основных препятствий, которые есть, да. Карен уже затронул слегка эту тему, я бы хотел ее раскрыть, ну, скажем так, сразу с нескольких сторон. Во-первых, первое, как мне кажется, и главное препятствие на пути внедрения этих технологий, опять же говорю, как пользователь, в основном это некое доверие к ней, поскольку это все считается достаточно интимным, да, какие-то с моими биометрилические данные и, так сказать, доверие к технике, которая работает почти магическим образом, да, в отличие от логина и пароля, к которым мы уже привыкли. Насколько этот фактор является препятствием для него? Потому что я помню некую статистику, которую публиковали, опять же, те же самые банки, после того, как они внедрили услугу биометрической аутентификации пользователей, было достаточно много жалоб и на протяжении большого времени, что они пока не готовы это делать, что люди сознательно от этого отказываются. Меняется ли ситуация, как меняется и что этому способствует? Ну, как сказать, только практика всегда нас к чему-то приведет. Понятное дело, что, как у нас было внедрение любой технологии, оно сопровождается с неким недоверием. Но мы часто не доверяем всему новому. Если вы вспомните, как внедрялся PayPass и какие были ходили слухи, что вот у вас сейчас будут карточки, вас будут ходить по метро с терминалами и списывать деньги у вас из карманов, а вы этого не заметите. И прошло буквально три года, и когда закрыли там Apple Pay, Samsung Pay, люди начали жаловать, господи, я не могу оплатить телефоном, не могу оплатить часами, какой ужас, как мне дальше жить. А прошло всего вот реально там 3-4 года, и насколько технология настолько вжилась в жизнь, что люди вообще на нее нас не обращают внимания. Также из биометрии. Понятное дело, что многие боятся, что, допустим, вот я буду оплачивать биоэкваринг, привяжу там свое лицо, допустим, к аккаунту, если карточку я могу уничтожить, перевыпустить лицо, я перевыпустить не могу. Но, с другой стороны, как раз, видя эти опасения, как раз и было то, что одним из причин вообще изменения всего правового ландшафта, принятия закона, 572-го, было то, что биометрия начала собираться, как сказать, практически бесконтрольно. Люди даже не знали, где их биометрия была собрана и кем она использует. Потому что многие, ну, некоторые компании собирали без ведома человека, когда он проходил какое-то обслуживание. Хотя, если напомнить, у нас обязанность брать биометрию и использовать по согласию появилась в 152-м законе, еще, если не ошибаюсь, в 2006-м году. И поэтому, как бы, многие не соблюдали наши требования закона, нашего законодательства. Поэтому, как бы, правительством было принято решение навести некий такой порядок, привести все к единому знаменателю, чтобы пользователь точно знал, где биометрия. А, во-первых, он знает, где она хранится. Она хранится в одном защищенном, доверенном источнике, который охраняется государством. А дальше он всегда знает, где она используется, кто ее использует и может управлять своими, как сказать, использованием. Разрешить, запретить. То есть, вот, с точки зрения пользователя, вы получили такой механизм. Сейчас, кстати, такой вот. У нас сейчас же идет импорт из различных организаций к нам системы передачи биометрии, которая была накоплена рынком. И многие пользователи удивляются, что у них на госуслугах появляется биометрия. Они, оказывается, не знали, что в эту организацию они ее сдавали. Говорится, господи, откуда у меня там? Я даже не знал. То есть, вот, с точки зрения того, что люди начинают понимать, где она была и кем была собрана и использована. И здесь, соответственно, только внедрение каких-то новых случаев использования, когда человек, чем больше он сталкивается, тем будет расти доверие. Понятно, есть какое-то количество, так сказать, визионеров, которые пытаются попробовать все новое, которые будут идти, они сейчас сдают, причем даже сдавали биометрию, когда не было каких-то хороших кейсов вообще для использования. Сейчас мы надеемся, что вот с помощью коллег мы будем внедрять что-то новое, использование будет. И чем больше это будет в нашей жизни, тем мы больше к этому будем доверять, когда видим, что она на самом деле не так опасна, как кажется. Ну, а во-вторых, особенно, допустим, публичные люди, допустим, нам с Кареном, боятся сдать биометрию в GIS-EBS. Это вообще смешно. Биометрия, если вы наберете, как сказать, ФИО в Яндексе, выйдет столько фотографий, видео и всего остального, что создать любой дипфейк, вообще все, что уже есть. А у всех, как сказать, у, как сказать, правоохранительных органов база уже все давно была собрана, когда мы все получаем паспорта, фото у них все есть, и загран, и все остальное. Поэтому, учитывая, что, как сказать, текущая единая биометрическая система была создана только для оказания услуг, но никак не для правоохранительной, разыскной, ОРД и всего остального, то здесь, ну, вот с нашей, с моей точки зрения, как пользователь, ну, может быть, глубоко погружен по сравнению с остальными, это смешно, кажется. Потому что сколько в соцсетях публикуют фотографии, ничего не надо для того, чтобы понять, где человек находился, даже отслеживать. Мы сами все больше часть публикуем. Это же не решает проблему доверия такового, да? То есть тот факт, что у нас уже вот все наши данные уже есть во всяких разных базах, да, не заставляет людей начинать этому доверять. Это же, собственно, остается барьером, разве нет? Я тут, кстати, можно я как раз скажу? Конечно, да. На самом деле, у меня я к такой мысли пришел, обсуждая вопросы утечки персональных данных как таковых, да, что там, например, все данные у нас утекли по два раза, скорее всего. А вопрос действительно не в доступности, да, и вопрос даже, это хорошо, когда ты можешь посмотреть, там, у кого твои персональные данные есть или нет, или там запретить. На мой взгляд, вопрос основной, как они используются. Вот подсознательное желание контроля, оно даже не в том, у кого оно, кому-то их отдал, а как эти люди их используют. Что с ними делают, логично. Что с ними делают. И, возможно, поэтому, для меня большая загадка, почему у нас биометрия настолько распространена в фитнес-клубах, да, но, с другой стороны, для чего же ее еще фитнес-клуб используют? Ну, нет, только для прохода. Больше ни для чего. Вот понятно, что никуда и никогда он эти данные, наверное, не использует. Когда начинают говорить про государство или когда начинают говорить про большую бизнес-экосистему, человек в любом случае начинает какие-то закрадываться подозрения. Когда ему Барт говорит, ой, ваши данные будем использовать для антифрода, для защиты вашего счета и больше ни для чего, он, может быть, ему и поверит. Когда у вас при получении карточки и процесс, говорит, а давайте заодно зарегистрируемся снимем биометрию и не объясняем, зачем я это сделал. В таких случаях я сам сталкивался много раз. У меня ответа нет единственная на это. Потому что, извините, но нет. Даже у тебя? Даже у меня, потому что, ну, давайте мы как-то будем подходить чуть более ответственно. Это вопрос другой. и вот этой вот как бы гранулированности, скажем так, ее, возможно, не хватает и понимания, что и для чего. И что, еще один момент, что для многих сценариев по большому счету в системе не важно, кто вы, а важно, ну, там, проверка на лайв нас, важно, живой ли вы человек. Например, у Авито, не знаю, сталкивались или нет, у него есть проверка на лайв нас как подозрительных аккаунтов. Их просто просят посмотреть в камеру. С них не снимают никакие данные. Им важно просто подтвердить, что это не вот. Какие-то средние отчаяки им вообще по барабану. Также, кстати, делают приложение Тинькова при зазвительных операциях. Они могут тебе позвонить в чат и попросить посмотреть в камеру, что ты действительно, то, что сейчас происходит, действительно делаешь ты, а не ты выпил в клубе, отрубился, кто-то взял свой телефон и так. И что ты делаешь? А мы все, ну, все не все, но если вы пользуетесь каршерингом, очевидно, вы должны там сфотографироваться, приложить права. Да, вас сверяют вот это права, да, вас сверяют документы, при этом, по большому счету, в системе ваша биометрия больше не нужна в этот момент. И вот это вот, собственно, это базовый принцип минимизации сбора персональных данных, который вроде бы не очень хорошо работает с биометрией. По крайней мере, пока вот эта масса сценариев, она, то есть, по большому счету, вы либо ее сдали, либо вы ее не сдали. И я думаю, что это вопрос развития, собственно говоря, платформ и развития технологий. И вот чем больше будет вот этой вот гранулированности и понимания, что вам даже не обязательно сдавать биометрию, вот ее в моменте вам проверили, и больше она нет, ее не нужно, а тем, я думаю, пользователи будут доверять больше. Вот, да. Это какие-то такие... Здесь корректно, что он действительно вот ввел к тому же, что в чем было недоверие, порождалось, когда был вот этот сбор, начиная, потому что действительно не было сервисов, человек не понимал для чего. Человек должен прийти к биометрии самостоятельно. Вот мы считаем, что внедрение сервисов как раз, причем сервисов не государственных, а именно коммерческих сервисов, высокотранзакционных, с которыми человек сталкивается постоянно, вот именно то удобство, как мы видим, допустим, на сравнении, вы идете с другом, он, допустим, прошел, ничего не доставая, вам нужно найти карточку или все что-то остальное, или найти телефон какой-то, найти там, сканировать QR-код. Допустим, вы оформили бизнес удаленно, не выходя из дома, а твоему там, какому-нибудь тоже другу пришлось ехать в ФНС, стоять очередь. И вот такие как раз примеры, как раз положительного использования, когда человек видит, насколько это становится удобно, только через сервис мы как раз сможем преодолеть вот этот барьер недоверия. Потому что действительно, когда тебя просят сдать биометрию, ты спрашиваешь, зачем? Тебя спрашивают, ну просто чтобы было там, на всякий случай для безопасности, оно вызывает непонимание. А непонимание рождает отторжение. Когда ты приходишь к этому, зная для чего, ты будешь готов, соответственно, как сказать, сдать биометрию либо ее использовать. Это так же, как госуслуги, когда они появлялись, непонятно, там ничего особо не было, никто не хотел регистрироваться. Сейчас, в принципе, все зарегистрированы, все пользуются теми сервисами и понимают это удобство. Вот идем такой же путь, как было с интернет-платежами изначально. Отлично. Прозвучало ключевое слово утечки. Хочу немножко поговорить об этом. Смотрите, ну как-то совершенно справедливо сказал Карен, что все наши персональные данные улетели уже несколько раз и есть даже отдельный бизнес, некие, например, антивирусные компании, компании по безопасности специализируются на том, что продают вам услуги своего сканера, сколько раз ваша почта или ваш пароль от этой почты вылезает в каких-нибудь там торовских чатах или каких-нибудь базах данных, которые находятся в свободной торговле. Эти данные тоже, данные биометрические, тоже крайне чувствительны. причем если пароли у нас могут быть разные, да, там с электронной почтой, от банка, от чего-то еще, то лицо у нас одно. И по идее, если мы используем его и для оплаты, и для распознавания, и для входа, то риск утечки, пусть может быть даже более сложно организовать его технологически, но риск, который возникает в связи с ним, гораздо выше. Как этот риск учитывается сейчас при разработке таких продуктов и причем вот интересно узнать это и с технологической точки зрения, то есть какие технологические меры предпринимаются для того, чтобы избежать таких кейсов, так и с точки зрения нормативной, может быть, базы, да, как это учитывается при разработке и внедрении систем биометрии. Давайте я начну. Давайте, да. Начну, конечно, с ГИСа. Во-первых, первое, то, что такая защита как раз, это, в чем была проблема, что как раз были действительно начались утечки, биометрические, в том числе, данных из коммерческих систем и еще была опасность, чтобы в коммерческих системах хранился сразу, как сказать, полностью цифровой профиль. То есть было биометрическое изображение лица и персональные данные. То есть при утечке сразу понятно, кто это. Сейчас, допустим, у нас в системе персональные данные не хранятся. Как раз законодательно развелись, что персональных данных в единой биометрической системе быть не должно. Что даже, не дай бог, если какие-то злоумышленники, там, иностранные, не знаю, специалисты пробьют все защиты, криптозащиты и все остальное, конкур информационной безопасности получат какой-то набор фотографий, которые непонятно кто это. Ну, набор фотографий рандомных можно также в интернете загуглить, кто это, непонятно. Ну, знать для чего это. Потому что даже могут быть, допустим, сотрудники ФСБ тоже люди пользуются. Может быть, там сотрудник ФСБ. Кто из нас? Может, вы, может, я, может, вот. Если бы не знали, что это Карен, ну, кто его знает. Может, он действительно сотрудник под прикрытием или Анастасия. Я до сих пор в этом не уверен. Во-вторых, это, понятное дело, это средства криптозащиты, все именно используется только отечественное оборудование и отечественные программные решения. Во-вторых, весь рынок, любое взаимодействие с единобиометрической системой происходит по закрытым каналам. Там, соответственно, подпись класса КВ-2. Все, соответственно, сами, как сказать, эти... Прошу прощения. То есть даже оконечное устройство, вся передача данных, она шифруется даже вплоть до камер, до скудов, до своего средства. То есть вся эта цепочка, она, соответственно, находится под криптозащитой. То есть специально, чтобы данные не... Не было подмены. Это как раз атаки на биометрические. И в то время, то сами системы, даже коммерческих систем, биометрических, где даже хранятся не, так сказать, не фотографии, не запись голоса, хранятся вот той же векторы, то есть математические модели, они тоже обязаны защищать практически по всем стандартам, а с 25-го года к ним будет предъявлено требование как госсистема. То есть по самым высоким стандартам безопасности они должны быть сертифицированы и использовать только отечественное ПО. Вот, наверное, коллеги, может, меня добавят здесь еще в какой-то части. Да, Анастасия, добавите? Да, Дмитрий, основные моменты все сказал, ну, и, наверное, как раз-таки то, из чего я начинала говорить про процесс аккредитации, да, то, что у нас законом регламентировано теперь, что и аутентификация, и идентификация возможны только двумя способами. То есть если раньше это, ну, делал фактически, да, там, либо компания-производитель, она не всегда могла быть отечественной, не всегда могла использовать отечественные решения, да, потому что очень часто для экономии средств использовались китайские устройства, вот, то сейчас это можно делать либо напрямую с ГИС, ЕБС, да, взаимодействовать, либо через аккредитованные компании. То есть для того, чтобы получить аккредитацию, там требования, ну, прям очень сильно серьезные и по финансовому обеспечению компании, да, там, и по техническому, как раз-таки, то, что Дмитрий говорил, это средства криптозащиты, это определенные лицензии, то есть это не просто компания, да, там, рога и копыта, которую мы создали вчера, и сегодня мы дружно начинаем вот оказывать услуги по идентификации, идентификации, нет, это прям серьезный процесс, поэтому, да, то есть таких компаний будет не очень много, но те усилия, да, которые будут предприняты к защите этих каналов, информация, они там колоссальные. Мне кажется, ни одной, наверное, такой сферы нет, в которой сейчас прям такие применяются требования, да, по защите данных. Я тут добавлю, возможно, не самое популярное мнение, но возможно, что у нас как раз маятник качнулся в другую сторону слишком сильно, потому что те меры по защите действительно беспрецедентны, возможно, во многом даже мешают развитию услуг и сервисов, а некоторые бывают, ну, довольно комичные, например, ну, у нас по объективным причинам есть определенные проблемы с отечественным опорудованием, а в результате некоторые программно-аппаратные средства, которые должны как бы работать, у нас их программная часть сертифицирована, потому что она российская, отечественная, а аппаратная нет, потому что она не совсем российская и не очень понятно, когда совсем российская будет в нужном количестве. Но это, видимо, какие-то вот, опять же, не знаю, боли роста, молодости, технологии, и рано или поздно, я думаю, к какому-то вот эквилибриуму оно придет. Это такая типичная, на самом деле, дилемма, да, между доступностью и безопасностью, вот куда на этой шкале мы, где на этой шкале мы чувствуем себя наиболее комфортно. Ну, в продолжении безопасности, да? Ситуация с кучей китайских устройств, непонятно что, неконятно как, и непонятно собирающих-кранящих, она продолжаться, с одной стороны, не могла, а с другой стороны, и, в общем, важно, конечно, да, ребенка не выплеснуть с водой. В продолжении тем безопасности, вот свой маленький комментарий, насколько я, в принципе, знаком с этой темой, да, вообще с подходами к безопасности. Вы говорили сейчас о Ашапровании, об использовании различных типов аутентификаций и так далее, и так далее. Тем не менее, технологический контур, какой бы совершенный он ни был, он все-таки, ну, то есть он не дает стопроцентной гарантии, к сожалению, это всегда всем понятно. А вот тот факт, например, что у нас разнесены биометрия, как таковая, персональные данные, то есть на архитектурном уровне предприняты какие-то меры, вот это, в принципе, как мне кажется, гораздо более важный шаг, потому что это такая безопасность by design, да, потому что, ну, я думаю, что многие, кто следит, знают, что сейчас, например, во всех, все компании практически, которые занимаются безопасностью, они исповедуют подход, который так называется, называется Zero Trust, это значит, что если раньше мы думали, что у нас есть, значит, большой опасный мир и какие-то чистые зоны, в которых мы чувствуем себя полностью безопасными, а сейчас концепция Zero Trust говорит, что нет, верить нельзя никому, и поэтому, в общем, проверяйте, и всегда все, держите в разных корзинах и так далее. И, кстати, у меня следующий вопрос. Вот когда мы, опять же, говорим о безопасности, именно о концепции безопасности, то тут обычно итеративно предпринимаются следующие шаги. Такой пример, чуть отвлеченный на примере атомной электростанции, но будет понятно, почему я это говорю. То есть, когда мы ее проектируем, то проектируют ее, исходя из того, что она никогда не должна взорваться, если никогда не должно произойти никакого эксцесса, и мы, собственно, закладываем эту ее конструкцию. Потом, когда мы ее разработали, мы собираем ученых и инженеров и придумываем протоколы, что же делать, если она все-таки взорвалась. То есть, это такая многоступенчатая история, которая позволяет нам быть готовым ко всему. Вот мы говорили немножко о том, как она хранится и как предотвращаются утечки. Но что делать, если утечка все-таки произошла? А насколько вообще эти данные потом используемы, и насколько потом можно будет их применять для кражи личности, это громкие слова, но, например, для фальсификации оплаты, для прохода и так далее. Кажется, что кража, именно само применение украденных биометрических данных, оно становится затруднительным, потому что все равно вам нужно фактически это сделать, какой-то качественный дефейк, я как и говорю, чтобы, ну, фактически вы должны подменить кадр в камере или звучание голоса в момент его съема, что достаточно в принципе тяжело, потому что специально вот как раз процедуры Лайфнес, они позволяют это отбить. Фактически здесь как раз кража биометрических данных, но это только узнать что-то дополнительное о человеке, переиспользовать их для получения услуг, на мой взгляд, фактически невозможно. Но в том числе, но с учетом того, что сейчас все работает, большая часть по векторной модели начинает работать, то даже биометрические шаблоны хранятся только у нас. То есть, если вы хотите найти фото, вам нужно взломать обязательно ГИС. Если вы взломаете коммерческую систему, вы получите просто какой-то кусок символов, которые что с ним делать непонятно. Поэтому, на мой взгляд, кража становится бессмысленной. если вы хотите сделать дипфейк, одной фотки вам мало, допустим, одного образца, вам нужен какой-то набор. То есть, проще взять у человека взломать его аккаунт в социальной сети, надергать оттуда фотографии и на базе них попытаться сделать дипфейк либо, не знаю, записи голоса, базу сотового оператора. это вам даст больший объем данных, который позволит использовать их для каких-то мошеннических действий. Я на это, знаете, еще добавлю, чуть-чуть возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что, насколько люди доверяют, да, и немножко таких разговоров с кухней, да, то есть, когда вся эта история была с передачей как раз-таки данных уже ГИС, ЕБС и так далее, то есть, у меня там, в моем ближнем окружении были люди, которые, да я, да государство, да ни за что, да большой брат будет следить за мной, вот эта вот вся история, да, и в том числе, например, по вопросам оплаты тоже, да, а вот меня кто-нибудь взломает, все мои миллионы там украдут со счета. И тогда мы начинаем садиться просто и раскручивать по факту, да, во-первых, ну, как бы ты боишься передавать свои данные государству фотографию, да, а ты их не передаешь, как бы фотографируясь на паспорт, фотографируясь на права, да, вот, и в какой-то момент человек понимает, а действительно, моя фотография, как бы государство знает, как я выгляжу уже, да, то есть все, что нужно сейчас, это сказать государству, а где можно использовать мою фотографию, да, вот, и то же самое касается, да, там доверия и оплаты, да, то есть когда мы садимся и начинаем размышлять, а каким образом тебя могут взломать, да, и украсть твои миллионы, то есть это кто-то должен прям заморочиться, вот, подделать, взломать государственную информационную систему, то есть это какой-то прям высокопоставленный, очень крутой хайкер должен быть, да, вот, для того, чтобы сопоставить вот этот вот набор символов, да, с конкретно тобой, ради чего, ради того, чтобы вместо тебя пройти в офис, ну, так себе на самом деле, кажется, что история, да, вот, опять же, для того, чтобы снять деньги со счета, ну, две тысячи рублей, да, то есть мы же не говорим о том, что люди сейчас будут снимать, там миллионы и миллиарды, да, вот, опять же, история, как технически, будучи даже, там, самым крутым хакером, похитить миллионы со счета какого-нибудь известного человека, ну, тоже вот, если мы говорим именно по факту, технически, пока не очень укладывается в логику вообще повествования, плюс, наверное, ну, вы знаете, тут, тут как у Ильфа и Петрова, да, помните, как Астап Бендер говорил, пять старушек рубль, это же вопрос в масштабах, да, того, как что, что у нас происходит, какие геотические происходят. Маски, как в миссии, неисполнима, да, чтобы вас, не отличили от лица, потому что сейчас даже какие-то маски делают, во всем время меняется мимика, и камеры вас распознают по всем точкам, что маска вам не поможет. Единственный вариант, это вот как-то встроиться в поток с каким-то, ну, не знаю, новой, новой, новой откачанной нейронкой, которая делает, ну, такие фейки, что она прям вот вы как живой, ну, не знаю, это действительно начинается вопрос целесообразности, это всегда насколько, что, что ты получишь, взломав это, то есть взломать какую-то систему, не знаю, там, ФСБ, может быть, безопасность, какие-то данные на агентов, со всем этим, может быть, есть резон, так заморачиваться, взломать, чтобы украсть деньги, ну, те люди, которые это смогут, а я думаю, они далеко не бедные, им нет смысла это делать. Да, да. Понятно. Некоторое время назад, несколько лет назад, я скажу, про утечки буквально. А как и в случае с ТРСБ по большей части, утечки биометрии, это не про взлом. Да, утечки биометрии, это про возможность создания на стороне баз биометрической информации с дальнейшим его коммерческим использованием, использованием злоумышленных таких целей, того же там, рынка пробьют и так далее. Вот этого надо опасаться, от них не взлом. Некоторое время назад, несколько лет назад, наверное, ходила такая городская легенда, когда были особенно актуальны вот эти вот звонки от якобы служб безопасности различных банков. Люди постоянно говорили о том, что когда вас что-то спрашивают, ни в коем случае не отвечайте им «да» или что-нибудь подобное, потому что вас допишут, и потом это «да» будет использоваться для подтверждения якобы... каких-то операций, которые будут совершаться от вашего имени. Насколько эта легенда далека от реальности и почему? Это такой логичный вопрос в дополнение к безопасности, да. Легенд много, и в принципе, когда вы записываете голос человека, начинаете его воспроизводить, даже у всех крупных банков, таких крупных коммерческих систем, есть такая называемая система аномалий, когда человек отличает даже одно постоянное слово с одной тональностью. Даже если вы несколько, да, распишите, все равно обычный оператор или даже робот просит вас дополнить что-то еще какими-то словами, причем ответить на контрольный какой-то вопрос, что уже, ну, записать настолько точно, ну, на мой взгляд, тяжело. Наверное, какой-то всегда есть, мы не можем исключить, нет стопроцентной такой безопасности. Как говорится, если вы хотите обезопасить себя стопроцентно от чего-то, это лучше не делать, так сказать, да. Избежать беременности можно только воздержанием. Поэтому какой-то минимальный процент остается, но вот я, по крайней мере, в таких случаях, ну, не слышал. Может быть, у коллег больше информации. Есть ли у коллег такая информация? Ой, я могу сказать, что IVR-ы прошли очень большой путь, и то, что было возможно 10 лет назад, совсем невозможно сейчас. Вот я так расплывчато скажу. Как реализуется проверка возраста в случаях оплаты лицом? Ну, если я правильно понимаю, все-таки речь идет не о том, чтобы определить возраст по проверке, а в том, чтобы определить личность и понять, ну, то есть, есть ли человек у 18? Или все-таки нет? Нет. Есть сервис как раз подтверждения возраста 18+, здесь дается ответ больше вам 18 или меньше 18, с учетом того, что здесь используются данные, как раз, которые есть в госсистемах, все зависит от даты рождения. То есть, вы находите человека, знаете его дату рождения и можете точно сказать старшего 18 или младшего. То есть, не то, что... Хотя я знаю, есть такие кейсы, где как раз определение возраста идет нейросеть говорит о том, приблизительно, сколько вам возраста. Какой вам возраст сейчас? Такое тоже возможно, но точность, конечно, это ниже, чем просто найти человека, посмотреть практически в его паспорт и сказать, какого года рождения старше он или младше. Ну, да, логично, иначе мы получим кучу недовольных покупателей, которые явно возмутятся таким легалантным отношением со стороны системы. Уход зарубежного рынка насколько негативно повлияло на развитие в России инновационных технологий в сфере безопасности? Ну, я так понимаю, что уход зарубежных компаний с российского рынка, видимо, да? Насколько повлиял на развитие российских технологий в сфере безопасности? Насколько, другими словами, насколько хорошо идет импортозамещение в этой сфере? Мы уже сказали, что российские компании достигают недовольных результатов. Импортозамещение. Насколько это продемонстрируется и можем ли мы стоять на одном уровне с зарубежными фирмами в сфере безопасности, биометрии хотя бы. На самом деле, для нас, например, это оборотка для компаний, которая отечественная, занимается разработками. Это было только в плюс. Да, потому что не сказать, что мы лишились каких-то технологий, которые мы брали из-за рубежа. У нас изначально была история с самостоятельной всей разработкой. А здесь, наоборот, получается, что для некоторых компаний сейчас конкурирующих усложнилась история, поэтому для нас это даже в какой-то мере плюс. Есть отдельные вопросы. Например, была сложность на российском рынке, не было решения для использования в уличных условиях. То есть технически, вот именно аппаратно, его нет, мы все использовали китайские решения. Сейчас как раз-таки нас это сподвигло к тому, что мы будем выпускать новый продукт после Нового года, как раз который будет работать в этих условиях. Мне кажется, что, ну вот, Дмитрий уже говорил как раз, что это наоборот. Мы по многим показателям действительно зарубежных коллег, вообще российская разработка, не то, что не хуже, но даже лучше. Это, наверное, такая вот вообще для российской IT-индустрии прям гордость. Вот. Поэтому мне кажется, что это наоборот способствует тому, чтобы больше вот наши хорошие умы разработчики старались, смотрели, где еще можно улучшить, какие характеристики. Ну да, наши... Насколько я понимаю, вопрос все-таки... Да, Дмитрий, я просто чуть поправлю. Насколько я понимаю, вопрос все-таки был не столько про то, что насколько хорошим это является условия для дальнейшего развития, сколько о том, не проигрывают ли наши уже существующие решения тем западным продуктам, которые потенциально могли бы быть на российском рынке. И в связи с этим не ухудчивалось наше технологическое положение, просто как мы эти продукты ну фактически потеряли. Я думаю, что вопрос был скорее вот с этим акцентом. Мне вот, ну, на мой взгляд, с учетом того, что наши компании уже даже до, так сказать, всех тех ситуаций, которая произошла, так сказать, с нашей внешнеполитической ситуацией и всем остальным работали на зарубежных рынках и работали вполне успешно, внедряя во многих странах как раз свое оборудование, свое программное обеспечение. И здесь, во-первых, как я согласен Анастасии, это дал дополнительный толчок. Те тесты, которые мы проводили с точки зрения там программного обеспечения иностранного и нашего, наши нисколько не проигрывают. То есть мы спокойно живем, мы даже жили раньше, еще года два назад, как мне коллеги говорили, все было на отечественных нейронных, на отечественных биопроцессорах и на отечественной криптозащите. Понятное дело, что с точки зрения оборудования, здесь был вопрос цены. У нас оборудование было не хуже, но стоило дороже. И поэтому компании, понятно, выбирая экономию, ставили дешевые китайские аналоги. Сейчас у них такая, как сказать, в какой возможности нет. С точки зрения бизнеса, конечно, стало хуже, нужно дополнительные инвестиции вложить. С точки зрения инновационных технологий, любая закрытость, она, конечно, вредит, потому что технологии, мы не так быстро реагируем. Но тот задел, который у нас был, он, я уверен, не могу сказать, что он будет мешать нам двигаться вперед. И вот все те результаты в тех выставках, которые прошли, у нас, наоборот, появляется больше решений, даже появляются новые компании в этой сфере. Если человек закрывает лицо шарфом, маской, очками или чем-то еще, как-то его скрывает, то насколько, ну, скажем так, надежно будет распознавание это? Как вообще, так сказать, биометрически, как биометрия пережила ковид? Как пережило повальное ношение масок? Насколько это является проблемой? Давайте тоже, да, прокомментирую. Для нас это, наоборот, был счастливый момент, потому что это прям очень сильно большой толчок. 20-й год, да, у нас был крупный заказчик РЖД, которому потребовалось очень оперативно сделать распознавание наличия вообще маски, да, и как раз-таки измерение температуры. И мы тогда дорабатывали алгоритмы, и на этом как раз получили финансирование, в том числе, на дальнейшее развитие. Вот. Что касается распознавания, да, то есть, если мы говорим о том, что человек все-таки хочет, чтобы его узнала, да, система и пропустила, то, как правило, вряд ли он будет прям сильно себя вот-вот заматывать, да, там и шапку натягивать, и маску натягивать, но не так давно к нам приезжал один из федеральных каналов снимать сюжет, и они решили сделать как раз-таки тест такой вот системы, и там ведущая, она и парики меняла, и очки надевала, и бороду-то себе приклеивала, и усы приклеивала, и в платок заматывалась, то есть, у нас реально, мне кажется, штук 15 разных было вот этих вот вариантов, вот, и все распознавала. Ну, то есть, не нужно прям полное лицо для того, чтобы человеку узнали, то есть, достаточно там буквально трети лица. Кусочка лица достаточно, Анастасия, что действительно и московская система, вот было распознавание в масках, такой совет, я так понимаю, что вопрос задавался с другом, наоборот, как можно обмануть систему, чтобы тебя не узнали, да, наоборот, ты хочешь скрыться, совет, закрывайте уши, потому что многие биометрии, вообще биопроцессоры, они построены так, с точками, что им нужны все-таки уши, как крайняя часть, на основании чего строится ваш, так сказать, границы лица определить. Портрет, да, вот, может быть, Анастасия, допустим, поэтому вот закрытие вот этой части, оно, наоборот, алгоритму мешает больше, чем если вы скрываете вот действительно там лоб, остальную часть лица. Ну, вопрос, мне кажется, да, того, как человек не хочет, чтобы его распознал, это все-таки, наверное, не ближе к вот этому вот отслеживанию преступников и так далее, да, то есть, если мы говорим про наше, мирное применение, то все-таки кажется, что человеку наоборот выгодно, чтобы его узнало, там прошла оплата либо пройти вот куда-то, куда он хочет попасть, вот, а то, как работает распознавание вот в ловле преступников, честно, вот не подскажу, какие там алгоритмы, на что они... Специальных коллег спрашивают, да, мы все-таки больше по гражданской сфере, мы наоборот, наоборот делаем все так, чтобы человек действительно узнало, чтобы он, чтобы и защитило его, если его там попытается кто-то вместо него что-то получит, какие-то услуги. Могу только, да, сказать, что у нас, ну, для мирного, опять же, применения распознает и в шапке, и в платке, то есть там, когда уши спрятаны, у нас все-таки другие точки, на которые мы ориентируемся. Ну да, логично, что тут вопрос, прежде всего, мотивации, да, и если мы ставим вопрос таким образом, то мы скорее говорим о том, чтобы человеку ничто не помешало, да, чтобы его распознало, чем вопрос того, как он может обмануть, например, систему. Вот, кстати, очень хороший вопрос, да, как часто нужно обновлять биометрические данные. Паспорта мы меняем раз в некоторое количество лет, и я так понимаю, что там это связано как раз с тем, что у нас мы становимся не похожи на свою фотографию, чтобы нас могли распознать, а мы, собственно, меняем основной документ. А что у нас в биометрии? Человек, существо достаточно изменчивое. Это касается и лица, я так понимаю, всех остальных его характеристик. Да, вот на основании текущих, как сказать, текущей практики, которая есть, установлена специально 5 лет для биометрии, самой доверенной, которую вы сдаете в банке или МПЦ, ее меняют каждые 5 лет, чтобы обновить образец. Понятное дело, что в основном у нас же здесь больше проблемы не со взрослыми людьми, а вот проблемы с детьми, потому что у нас можно использовать и детскую биометрию. Там вот, конечно, дети меняются быстрее, чем взрослые, лицо меняется, пока вы там, как сказать, устаканитесь более-менее в 16-18 лет. Там пока практики особой нет, поэтому вот мы как раз будем смотреть, насколько часто будет не узнавать вас. Вы знаете, как был вопрос, у нас тоже был такой вопрос, там девушка задала вопрос, вот пластическая операция, вот если я буду делать пластику, как система не узнает, на каком этапе? У нас тоже, как коллеги ответили, ну давайте это, вы начнете делать, и мы будем постепенно смотреть, как вы меняетесь, и когда мы вас не узнаем. Только все... Зафиксируем этот момент. Понятно. Чуть-чуть сказали уже про хранение биометрических данных, вот тут спрашивают, как они описаны и хранятся ли они в виде изображения, но я так понимаю, что они хранятся действительно в виде какого-то, ну какого-то вектора, какого-то математического описания, это как раз сделано для того, чтобы, ну для той же самой безопасности, потому что превращение лица в вектор в хэш, это задача решаемая, да, хорошо описанная, а вот из хэша воссоздать голос и лицо, это математическая задача практически нерешаемая. Правильно ли? Или все-таки где-то хранится прям вот лицо? Здесь с одной стороны правильность, с другой нет. В GIS EBS действительно хранится сам шаблон, то есть сама фотография и запись голоса, она должна быть, потому что это эталон. С него уже делается вектор, причем на каждый биометрический процессор свой, потому что алгоритмы работают по-разному, и вот уже дальше всем как раз аккредитованным компаниям, которые работают в этой системе, с биометрией для оказания услуг отдается именно вот этот математический хэш. Изображение у них, фотографии, голоса у них нигде не хранится. Только он хранится у нас, отдельно, причем разделены голос и в отдельных, как сказать, стаканчиках и голос, и фотографии, но они нужны в том числе для претензионной работы, потому что если будут какие-то претензии от граждан, допустим, если где-то компания, допустим, вас оказали услугу, списали деньги, а вы этого не делали, допустим, тот же банк, он должен направить нам эту вторичную, как мы называем, биометрию, которая была снята с вас в момент услуги, эту фотографию, и мы уже начинаем проверять там по своей базе, сравнивая с биометрией, которая у нас есть, менялась она у вас, не менялась, может быть, там, действительно, там, меняли образцы, здесь сработало, здесь не сработало, но вот, можно сказать, для претензионной работы она нужна, а так она нигде не распространяется, то есть, ее во всех коммерческих компаниях ваших фотографий и голосов больше нет. Я правильно понимаю, что здесь это сделано в первую очередь из соображения безопасности, а не потому, что она уже правда не нужна, то есть, просто за технологической некой утилитарностью, или она все-таки, или вот этот вот вопрос технологической утилитарности, что она правда не нужна, он в первую очередь определяет то, что у компаний их нет, то есть, она просто им нигде не пригождается. Она не нужна, потому что все сравнение, вообще все использование, Анастасия, надеюсь, меня дополнит, действительно делалось на базе векторов и раньше, просто компании еще хранили у себя биометрические образцы, в том числе, ну, для каких-то там исследований, может, для улучшения своих нейросетей, отработки, так сказать, обучения биопроцессоров. В целом, действительно, многие, наоборот, столкнулись, когда им пришлось импортировать к нам свою биометрию, они столкнулись с тем, приходят и говорят, а у нас фотографий нет, мы векторы сделали и сразу фотки все удалили. А что нам импортировать? Вот, поэтому, на самом деле, хранение изображений, ну, оно вторично с точки зрения именно работы с биометрией. Может быть, Анастасия, дополним, может, я где-то аж... Да нет, все верно, да, на самом деле, мы даже как, ну, вот, поставщики именно системы распознавания, мы тоже, мы получали данные от СКУДА, как правило, то есть все равно люди там фотографировались на объекте, да, то есть мы потом, особо нам не требовалась эта информация, поэтому, да. Просто сейчас это стало... Спасибо большое. То есть если раньше это все-таки хранилось у компаний, да, там, в которой работает человек, да, то теперь это будет храниться в государственной системе. Ну, да, на самом деле, меня всегда это смущало, потому что некоторое количество раз там, когда я приходил в какие-то офисы, особенно если это офисы больших технологических компаний, заходишь к кому-нибудь в гости, и на входе тебя снимают, и потом ты думаешь, ну вот, а что, я же вроде не подписывал никакого согласия на хранение данных, что вы потом с этой фотографией будете делать? Ну, вот если действительно храняют какой-то слепок ее, да, какой-то математический фигерпринт, да, удаляют это, в общем, внушает некий оптимизм. Вот, очень хороший вопрос от Михаила Медриша, есть ли международный стандарт в области биометрии, но я, наверное, даже, может быть, его чуть-чуть расширю, но, то есть, если у нас сняли фотографии здесь или где-нибудь на контроле границы в условном Дубае, вот, получат ли они одинаковые векторы? Или везде все свое, свои алгоритмы, свои способы обработки, хранения, передачи, как вообще с стандартизацией мировой обстоит дело в этой области? Ну, международный стандарт от них есть, ГОСТы, и наши ГОСТы разрабатывали с учетом тоже международных стандартов, но понятное дело, что в каждом законодательстве государство устанавливает свои требования к качеству фотографии, там, допустим, к расстоянию между глаз, насколько вы должны далеки быть от камеры, чтобы вас сняло цвету и всего остальному, и все это влияет на, так сказать, итоговый вектор, который получается, ну, Анастасия лучше меня знает техническую часть, но у нас, даже биопроцессоры, вот они даже одной компании, разные версии получают разный вектор, то есть здесь, поэтому, скорее всего, если используются разные, там, системы в разных государствах, ну, будут разные векторы, с точки зрения вопроса, насколько, понятно, что отработать фотографию можно любую, где бы она не снималась, вопрос уже, там, это в стандартах использования их, подойдет ли она под то, что требуется по нашему законодательству, а так, чисто там, для какого-то домашнего использования можно любую фотку обработать, где бы она не снималась. Ну, я, наверное, да, немножко только добавлю в плане того, что сами вот эти вот алгоритмы распознавания, да, которые являются для каждой компании, которая работает в сфере биометрии, это прям ее самая основная ценность, да, и вот интеллектуальный труд многих лет и многих сотрудников, это не стандартизованная вещь, да, какая-то, а компания как раз-таки логику обучения алгоритма выстраивает самостоятельно с помощью, ну, вот как у нас, да, отдел целый data science, математики, который вот вот эту вот логику, как именно обучить алгоритм, чтобы он распознавал достаточно быстро, да, они выстраивают, и, конечно, ну, никакая компания не будет готова делиться вот этим своим ноу-хау, потому что она потеряет свое основное, да, в таком случае конкурентное преимущество, это главная ценность, вот, и с темистью, поэтому, наверное, как раз-таки, если мы говорим про сами вот эти вот алгоритмы искусственного интеллекта, да, то пока, наверное, как вот говорили про конкурс, да, вот этот вот международный, то есть они же отсматривают результаты, да, что, но они не отсматривают, как именно компания этого результата добилась, но это в целом, наверное, касается практически большинства алгоритмов искусственного интеллекта. Ага, если у нас не делается, то есть если у нас нет открытых данных, да, вот этих алгоритмах, если это проприетарное какое-то обеспечение, то, как вы думаете, была бы разумная мысль, например, о какой-то стандартизации этих, ну, или, может быть, даже сертификации этих алгоритмов, потому что, если кто-то разрабатывает какой-то алгоритм, какую-то логику, как мы можем быть уверены, что она правда работает так, как надо? Вы сказали, что мы сверяли результаты, но для результатов можно набрать некую статистику. она все, все же у нас, все ГОСТы, вся стандартизация строится именно на результатах, что ваш алгоритм, он должен сделать то-то, 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 достичь каких-то порогов распознавания, и все остальное вложено положительным, вложено отрицательным. Именно для этого строится, и там даются какие-то рекомендации по образцам, как собирать лучше, как все такое, какие лучше наиболее, на какой наиболее базе, допустим, строится лучшее, допустим, распознавание, какой должен свет, как он падает, все остальное, вот такие, угол наклона. А как именно работает сам алгоритм, как у меня Анастасия, это интеллектуальная собственность, это то, что, в принципе, толкает вот эту сферу вперед, и понятно, что ей делиться никто не будет, потому что это есть компетентное преимущество. Я вижу поддельт рука у Михаила Медрича, который как раз был автором этого вопроса. Михаил, пожалуйста, ты, возможно, хочешь дополнить вопрос. Да, я... Здравствуйте, коллеги, очень интересно, спасибо вам большое. Я бы хотел вот этот вопрос все-таки чуть-чуть прокомментировать, ну, как вопрос. Я имел в виду немножко другое. Как я себя представляю, есть платформа, которая умеет вот все вот эти вещи делать, хэш там, рассчитывать, еще чего-то, и можно к ней обращаться. И к этой платформе обращаются сервисы, которые с помощью этой платформы могут, значит, в своих, ну, в интересах вот конкретного сервиса, конкретного бизнеса использовать вот такие данные. я понимаю, что сейчас, как бы мы, значит, не хотели, мир глобален, сервисы будут глобальными и будут использоваться глобально и глобально. И если появится что-то, что будет глобально применимо, как платформа, то тогда большие сервисы глобальные будут этой платформой пользоваться, а все остальные платформы уйдут в небытие, потому что ими не будут пользоваться, кроме случаев, когда страна полностью закрыта, автаркия какая-то и так далее. Да, это возможно, но это очень ограниченный рынок, на нем развиваться будет невозможно, на нем невозможно будет экономическую эффективность обеспечивать и все остальные выводы с этим связаны, то есть развития не будет, всерьез не будет. Оно какое-то будет, конечно, но всерьез не будет, начнутся утечки мозгов, ну и так далее, как это всегда происходит, когда возникает что-то закрытое. Я сейчас без связи вообще с конкретной территорией, я сейчас только о процессах, которые в мире происходят, а они происходят. Любая технология начинает применяться и если она нужна и интересна, она захватывает мир в смысле применения, захватывает. Вот я хочу понять, да, а для этого нужна стандартизация. Можно, конечно, проприетарные решения делать, тогда их будет два, три, четыре. Ну, я условно говорю, там мессенджер или там WhatsApp запрещенный во всех местах, значит, ну, я не знаю, там сигнал какой-нибудь, да, Facebook мессенджер, ну, вот их на пальцах нескольких рук. Ну, и старая добрая телефония, которая уже давно не существует, мобильная телефония, это тоже мессенджер, просто он вот так, в такую одежду рядится. Ну, их там всего десяток таких мессенджеров, и больше их не будет никогда, ну, потому что мир захваченными. Вот, собственно, я хотел уточнить у вас, а как вы видите развитие вот этого вот? Михаил, Михаил, да, я предлагаю сосредоточиться на вопросе, а то получился просто скорее комментарий, да, довольно... Все, 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 я, собственно, вопрос, а теперь вопрос. Я контекст пытался донести, вот в этом контексте. Как вы смотрите на развитие? Не получится ли так, что если развиваться вот так ограниченно, то может оказаться, что через некоторое время вдруг выяснится, что никакой никакой перспективы нет? Спасибо. Ну, Дмитрий, я не знаю, добавить или есть что прокомментировать, но просто я не очень понимаю, что здесь подразумевается под ограниченностью, да, то есть, ну, многие страны, если мы говорим про расширение технологий на зарубеж, да, многие страны сейчас только-только начинают внедрять каким-то образом и интересоваться биометрией, да, то есть, если мы не говорим про вопросы использования биометрии для контроля, а именно для удобства, да, и вот именно такого мирного применения, то это только-только, наверное, все-таки мировой рынок, тот, который к России, российским производителям лоялен, да, он не совсем еще как-то стандартизирован, да, и те решения, которые мы, ну, могли поставлять, да, до принятия 572-го ФЗ, ничто не мешает нам их поставлять практически в любую страну, то есть, там не запрещена локальная обработка, вот, точно так же, да, там приходим в конкретный БЦ, ставим туда свои устройства, свои алгоритмы, они прекрасно работают, через них ходят люди, то есть, ограничений к тому, чтобы эту технологию масштабировать и развивать, нет, что касается взаимодействия конкретно, да, допустим, там, провайдера с ГИС ЕБС, да, у нас есть, это длинная была работа, Дмитрий не даст соврать, тяжелая иногда, да, про то, как это все организовать, как это все стандартизировать, как это все сделать корректным, быстрым и правильным, мы с этим справились, я думаю, что если вдруг возникнет такая задача, то, ну, как бы все решаемо, ну, я не вижу ограничений и каких-то сложностей сейчас. Ну, здесь, наверное, нужно понимать разные аспекты, вот вопрос, который Михаил задал, допустим, даже сейчас по миру где-то порядка 45 компаний, которые внедряют, ну, крупных причем, которые занимаются биометрией, внедряют решения в различных странах, допустим, там есть французская компания, которая там в 130 странах работает, тот же, я вот у коллег не знаю, не буду стать знать, только статистика по Vision Labs, они тоже работают, что-то порядка в 35 странах. Даже у нас в GizEBS стоит вот 10 процессоров сразу, при этом это процессоры разных компаний, которые отрабатывают, причем каждую фотографию, и здесь мы, получается, вот есть стандарты у нас, которые нам установлены нормативно, которые необходимы для того, чтобы зафиксировать ту степень соответствия, соответствия, то, как сказать, качество распознавания, которое достаточно для оказания услуг, особенно государственных. Как компания, алгоритм, который лежит в основе биопроцессора, достигает этого, нам не важно, но мы проходим, проводим сертификацию всех решений, которые хотят быть использованы на российском рынке, для того, чтобы участвовать, вот сказать, как вендор, предоставлять свои решения различным коммерческим биометрическим системам. Они, как бы, приходят к нам, у нас есть, там даже описанный процесс сертификации, соответственно, причем мы, как раз, как правильно Анастасия, мы смотрим, как получаются результаты, что были достигнуты результаты, которые установлены, как они достигают, там мы особо не лезем, потому что действительно литературальная собственность. Вот, поэтому развитие идет, даже в нашей стране, но у нас много вендоров, я вот боюсь соврать, но порядка 20, я думаю, мы насчитаем, они разной степени крупности, крупных у нас, ну, порядка десятка, наверное, которые обработают в различных сферах, а так они, мне кажется, даже их будет больше, потому что таких решений, которые компании, допустим, писали сами для себя и используют для своих собственных нужд, они тоже есть. Ну, поэтому здесь сфера такая, она стандартизируется только для того, чтобы обеспечить какой-то уровень, ниже которого уровень мы не падаем, а дальше уже все в руках разработчиков. Какие подходы или алгоритмы по детектированию фальсификации образца предусмотрены? Прекрасный вопрос. Я от себя добавлю, если можно, встретил, ну, когда готовился к эфиру, встретил несколько очень интересных статей о попытках группы таких художников-активистов разработать специальный макияж, который наносится на лицо, при этом он не сильно заметен и не сильно бросается в глаза, если посмотреть на него просто под обычными глазами, но при этом он так искажает черты и какие-то точки, что алгоритмы машины его не распознают. Вот как проходит эта битва щита и меча? На каком она сейчас состоянии? Вот именно по технологиям ответить лучше больше, Анастасия. С точки зрения лайфнесса есть основные две, два, как сказать, два набора. Есть пассивный лайфнесс и активный. Пассивный – это как раз отличие от того, чтобы найти живой человек фотографию, или там это, допустим, там маска, еще что-то, там используются там рамки, смотрят, уж когда фотография вы приближаете к камере, могут быть замечены рамки, есть блик от света и все остальное. Активный уже там просит вас, допустим, там повернуть голову, склонить, еще что-то сделать. Вот, конечно, какие там различные алгоритмы, не возьму сказать, может быть, Анастасия лучше знает, какие там есть ведущие разработчики этого, не знаю. Ну, наверное, да, просто здесь надо, наверное, пояснить вопрос, если мы говорим о том, чтобы подтвердить личность человека в момент распознавания, да, что это действительно он, то это, безусловно, лайфнес, да, это отдельный алгоритм, вот, который обучается, да, там, можно дополнительно разные вещи там придумать, да, вот, повернитесь так, иногда там можно там подсказать, да, что нужно там человеку сделать, да, для того, чтобы все-таки его опознала. Вот, если мы говорим про вот этот вот макияж, который позволяет изменить черты лица, опять же, зачем? Для того, чтобы тебя система не узнала, да, ну, тоже, как бы, обычный человек все-таки в нашей сфере применения хочет, чтобы его узнали. Если мы говорим о том, что какой инструмент при, там просто вопрос так звучал, как-то при сдаче, да, биометрии, то, ну, как бы, сдача биометрии производится сейчас по новому закону, там, через МФЦ, да, там, через банки, то есть вы присутствуете лично, вы подтверждаете свою личность паспортом, то есть у вас там фотографируют, есть определенные там критерии, да, к фотографии, то есть если вы придете в клоунском, там, не знаю, макияже с носом, да, то, скорее всего, оператор, который снимает биометрию, скажет, что не стоит так фотографироваться, иначе так придется ходить постоянно, вот, поэтому, ну, вот, для того, чтобы, да, уточню, имелось в виду, допустим, подделка на этапе аутентификации, когда образец уже в базе, а наш человек, пытающийся пройти проверку, допустим, подменяет видеопоток, у нас дипфейки сейчас не столь хороши, чтобы это реально работало, но на перспективу уже какие-то методы внедряются, прорабатываются, может быть, на уровне исследований, тестов, то есть именно подделка в момент аутентификации, когда я пытаюсь верить, да, предъявить текущий образец, вот, актуальный, насколько мы защищаемся от этого сценария. То есть это кто-то, да, да, но защита в ГИС-ЕБС стоит, как я говорил, у нас даже 4 биопроцессора за это отвечают, по технологии выглядит по-разному, где-то, вот, я как говорил, просят вас, допустим, повернуть голову, чтобы показать, что это лицо живое, провести, сейчас вообще, вот, даже текущие дипфейки просят провести перед рукой, перед лицом, и большинство дипфейков уже не срабатывает, потому что алгоритмы не успевают обработать. Понятно, это действительно борьба щита и мяча, каждый раз они улучшаются, но и улучшается, соответственно, защита от них, и вот те вендоры, которые стоят, но они постоянно совершенствуют свои системы, вот с точки зрения, конечно, технологии, как идет обучение алгоритмов, на каких там, допустим, приемах, как это происходит, к сожалению, я бы хотел пояснить, но не знаю. А я не могу пояснить. Хорошо, потому что интеллектуальная собственность. Да. Замерит ли биометрия другие способы идентификации и аутентификации? Станет ли она обязательной, или так это останется вопросом личных удобств и выборов? Прекрасный вопрос под завершение. Каково будущее этого и как вы его видите? Ну, смотрите, текущая политика нашего государства, она везде говорит о том, что это дело добровольное. У нас доброволен как сбор биометрии, как ваша задача, так и обязательно согласен на ее использование. Подходы мировые отличаются по-разному. Допустим, если вы возьмете Индию, о чем Карен уже упоминал, там с восьмилетнего возраста вы обязаны сдать, чтобы получить ID-карту. В Китае сдают с 14-летнего возраста тоже в обязательном порядке. Вопрос, хорошо ли это плохо, ну, он спорный всегда. То есть у них, причем у них сдача обязательно, а использование, допустим, в том же Китае тоже по согласию. Ну, просто сдать обязаны, а вот уже, чтобы твои данные использовали, там ты должен дать согласие. У нас в этом отношении добровольность, и с точки зрения того, как сейчас видит это государство, для граждан это точно будет всегда, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе точно добровольно, потому что, ну, мне кажется, нельзя заставлять человека на текущий момент, пока мы не привыкли к этому, как-то заставлять его делиться, то есть нужно объяснять, зачем это. С точки зрения, допустим, иностранных граждан, ну, здесь всегда могут быть, допустим, какие-то дополнительные требования, что пересечение границы нужно будет обязательно сдать биометрию, ну, допустим, те, кто ездил в зарубежные страны, особенно там в США, там вы сдаете биометрию принудительно, ну, как бы никто, никого не смущает, кто хочет поехать, поэтому тоже такой спорный вопрос, для, на мой взгляд, это должно оставаться вопросом удобства и выбора для граждан, потому что, сделав хороший сервис, и гражданин сам придет, как я уже повторюсь, к использованию биометрии, когда мы пытаемся кого-то что-то заставить, без понимания, зачем это, ну, мы получим только отторжение, а вот заменит, согласен, я тут, заменит, ну, мне кажется, в удаленных каналах идентификации заменит, в зависимости от технологии, если она не будет как-то, ну, научиться ее суперкомпрометировать так, что, когда меч победит щит, вот если он настолько победит, что, так сказать, системы защиты будут отставать, тогда, да, будет искать что-то новое, если будет постоянный паритет, или защита будет преуспевать, то, мне кажется, с точки зрения удобства, биометрия заменит остальные способы. Я тут, наверное, только прокомментирую, что мы, наверное, не будем пытаться давать этому оценку, да, то есть категории «хорошо» и «плохо», они, наверное, не очень применимы, в принципе, к технологиям, мы просто думаем о том, каким будущее может быть, и, Анастасия, каким будущее видите вы? Ну, мы, как компания, в любом случае, я, как ее представитель, видим будущее с биометрией, иначе мы бы этим не занимались, и в целом, да, вот, как раз-таки, с точки зрения удобства, мне кажется, что, да, то, зачем будущее, чтобы не, ну, вспомните, да, как 10 лет назад, наверное, или сколько-то, 15, сложно было представить, там, использование банковских карточек, да, все ходили с наликом, сейчас редко кого встретишь, да, там, у кого есть нал в кошельке, да, это же там, не знаю, 100 рублей, вот, и мне кажется, что, да, биометрия, ну, пока по нашему опыту, по нашему видению, она действительно удобна, она облегчает жизнь, поэтому, почему бы не использовать ее, да, не отказываться от каких-то традиционных, старых способов, поэтому, мы верим, что, да, я думаю, что если это действительно будет, ну, скорее всего, не заменит, там, 100% полностью, да, то же самое, как и с деньгами, там, есть бабушки, которые все равно будут, да, там, ходить с бумажными деньгами, и которые все равно будут казаться, что в смысле, как это оплачивать лицом, да, вот, хотя есть и продвинутые бабушки, ну, поэтому, наверное, 100% нет, для этого должно быть, да, какой-то, наверное, такой прям, государственное жесткое указание, но зачем, я не вижу в этом, да, какого-то особого смысла, но я думаю, что оно будет все больше и больше получать распространение использования, в какой-то момент, может быть, традиционные способы уйдут сами собой за ненужностью. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,